Я, как человек, не разбирающийся в камнях, хочу решить свою проблему очень просто. У меня есть определенная сумма, например, 4-5 тысяч евро. И я хочу ее потратить или, скажем так, инвестироваться в риллианты. Что я могу за эти деньги купить? Если мы говорим про цены в Антверпене, тот вариант, который я пропагандирую, который мне кажется идеальным, покупать у брокера биржи. Если вы просто будете покупать в том же Антверпене в магазине, скорее всего, будет подороже. Если вы, например, едете из России, оставим вам на поездку 1000 евро с запасом, правда? И на дорогу, и на отель остается 3,5-4 тысячи евро. На такие деньги вы можете у брокера биржи купить 0,5 карата идеального цвета, идеальной чистоты. Это будет 0,7-F-very-small-2. Это очень хороший камень уже. Либо 0,9. Это будет цвет H, частота SI, скорее SI2. На практике большинство камней, которые продаются в магазинах, это примерно такой цвет и такая частота. Я сравниваю вот эти три характеристики, то есть размер, цвет, частота. Считаю, что у всех хорошее, very good качество ограбки. Для сравнения, за такой же камень, например, у De Beers, вы заплатите за 0,7-VS-2, вы заплатите примерно 9,5 тысяч евро. Почему упомянул снова De Beers? Потому что я считаю, что это честная фирма, которая никогда не продаст то, что на самом деле у них нет. Скажите, а чего мы можем отталкиваться, когда я покупаю ювелирные изделия? Сначала купить камень, а потом заказать изделие? Или лучше просто сразу купить изделие? Идеально. Сначала купить камень с теми характеристиками, которые вы хотите, проверить это по сертификату. Я совершенно не говорю, что нужно всегда покупать самый белый, самый чистый, это отдельная история. А потом поставить его в ту оправу, которая вам подходит. В том же Антверпене, в Израиле, когда вы покупаете камень у брокера биржи, даже если у него у самого нету мастерской, за два часа вам поставят при вас в ту оправу, которая вам нравится. Это гарантия. Потому что очень сложно определить качество огранки у бриллианта, который находится уже в кольце. Практически невозможно. Цвет, чистоту специалист увидит. Не специалист нет. Даже вес можно более-менее оценить, а качество огранки нет. То есть, на самом деле, я так понял, что логика ответа заложена в самом языке. И главное это камень, а остальное это просто оправа этого камня. Правильно, потому что в зависимости от размера, стоимость камня это 80-90-95% кольца или серьги. Ну, золото. Ну, это 65, от 50 до 65 евро за грамм обработанного золота. То есть, алгоритм покупки может выглядеть так. Мы сначала выбираем камень, в зависимости от того, что мне нравится, больше, меньше, чистота, огранка этого камня. А потом вставляем это в изделие, в тот металл, который мне нравится, и той формы, которая мне нравится. Да, совершенно верно. Сначала, уже договаривались, что сначала мы смотрим, чтобы было хорошее качество огранки, чтобы блестело. Потом, в зависимости от вашего бюджета и идеи, понимаем, что можно найти по размеру, цвету, чистоте. Да, и ставим, конечно, оправы много везде. Оправы белое, желтое, красное, золотое. Это не проблема. А если мы с вами встречаемся в Antwerpen, то как будет выглядеть сам процесс покупки? Будет ли у меня достаточный выбор? То есть, смогу ли я визуально оценить, сколько вариантов я смогу визуально оценить? Вот, скажем, если у меня есть бюджет, например, 4 тысячи, 3 тысячи евро. Вот на этот бюджет я хочу выбрать камень. Я могу встретиться с вами, и мы вместе с вами, с вашей помощью, сможем выбрать, скажем, наиболее подходящий из представленных вариантов, да? Да, идеально, если мы свяжемся заранее. Если я найду камни по каталогу Antwerpen и Дирже, зная ваш бюджет, я найду то, что мне кажется оптимальным соотношением цена-качество, да, побольше, почище, побелее, несколько таких вариантов, идеально собрать их у одного брокера биржи, для того, чтобы вы видели все камни при одном и том же освещении. От освещения очень много зависит. Посмотрите, какое освещение в магазинах Зваровского. А там продают фианит, как там все блестит, даже ваши собственные украшения там блестят гораздо больше, чем в другом месте. И там вы смотрите, и выбираете. То есть нужно рассчитывать на один день. Я не думаю, что нужно смотреть больше, чем на 5-7, ну максимум 10 камней. 5 камней – это уже хорошо. Иначе у вас в глазах начинает рябить, вы не очень хорошо понимаете. Положили несколько камней рядом, посмотрели, вот этот цвет все-таки желтоватый, а этот хороший, а этот белее, ну это не так важно. Значит, это для меня не важна частота, да я тут нигде не вижу включения. Значит, не важно, значит, можно большой взять. Или наоборот, нет-нет-нет, я хочу самый белый. Не надо смотреть очень много. Я сталкивался с тем, при этом совершенно необязательно. Мы можем пойти в тот магазин, который вы выбрали. Моя работа – это работа гемолога. Я могу вам просто дополнительно помочь найти камни, если какой-то вы магазин, правильно, пожалуйста. Я помогу понять, за что вы там будете платить, и сказать, почему этот камень мне нравится больше, чем другой. Иногда, правда, для этого я выведу вас на улицу, чтобы не говорить неприятные вещи преподавцам.